Те вещи, которые недавно мы могли видеть только в кино, роботы, искусственный интеллект, сегодня уже вообще рядом с нами, настолько рядом, что мы, я даже, честно, был для себя удивлен, настолько рядом, что мы даже не представляем, насколько это уже близко, насколько это уже реально в нашей реальности. Собственно, для этого мы сегодня и собрали такую аудиторию, для того, чтобы рассказать о том, что у нас Харьков, на самом деле, Харьков является далеко не последним городом в нашей стране, наверное, в мире, в разработке всяких интересных технологий, интересных проектов. И, собственно говоря, мы призываем молодежь прогрессивную к этим проектам присоединяться, для того, чтобы эти все вещи развивать, и, наконец-то, мы стали производить высокотехнологический продукт, не только какой-то сыреки, какие-то там примитивные вещи, а переходили к производству того, на чем другие страны очень много зарабатывают и хорошо зарабатывают. Мы занимаемся обучением людей, подготовкой их технологическим профессиям. Скажем так, речь идет про машиностроение, речь идет про программирование, электронику и прочие смежные области. Наша цель не просто выучить человека, чтобы он пошел работать. Наша цель сделать так, чтобы этот человек смог развить какую-то свою идею и стартовать успешный бизнес. Сейчас порядка 100 человек, из которых процентов 50, то есть 50 человек трудоустроенные. Многие занимаются своим делом и хорошо себя чувствуют. В основном мы сейчас занимаемся 3D-печатью и технологиях, которые на ней основаны. Суть в том, что сейчас это прорывная технология, и у нее есть огромный потенциал к расширению. И это та технология, которая сейчас способна помочь украинскому машиностроению очень и очень сильно. Буквально за 2-3 года поднять все это дело с колен. Нужно только делать. Когда мы начинали, нас было вообще двое. Сейчас нас много, но все равно не хватает энтузиастов, не хватает людей, которые готовы с нами сотрудничать. В основном вся проблема в том, что мы техноволонтерский инкубатор. Смысл в том, что у нас все делается на некоммерческих основаниях. На некоммерческих основаниях мы это делаем сами. Весь тормоз в том, что это делается на новом альтруизме. Вот, собственно, и все. Я рассказывал об индивидуализации производства. О том, как в сегодняшнем мире производство меняет свою форму. О том, что если 200 лет назад мы не могли представить о каком-то аппарате, который производят дома из пластиканом предметы быта, то сегодня он вот перед вами, и как бы все прекрасно. О том, что технологии уменьшаются, развиваются. Очень скоро у нас будут универсальные фабрикаторы стоять дома. Когда человек приходит к нам, он способен с нуля обучиться и сделать это за 2-3 недели. Можно дольше, но это от человека зависит. Сейчас мы пытаемся взаимодействовать с различными государственными и негосударственными организациями, в основном в области того, чтобы расширить нашу деятельность. Речь идет о том, чтобы привлечь молодых людей в первую очередь. Сейчас мы набираем координаторов. Будут координаторы, будет дело. Мы исследуем 3D-печать композитами и различные, разные формы 3D-печати, другие технологические циклы, изучаем промышленность и прочие вещи, чтобы мочь двигаться дальше. Продолжение следует...